Христос воскресе Мы будем говорить о детях. И я поставлю эпиграфом четыре строки своих, вот эти. «Как слезы солнечной капели, в которых радость, а не грусть, я принимаю от купели твоих детей прекрасных, Русь». Действительно, русские дети очень красивые, талантливые. И то, что у нас сейчас их рождается мало, а рождается их действительно мало, семьи, малодетные, два ребёночка – это в лучшем случае, один ребёнок – это ещё куда не шло, а бывают и бездетные семьи. Это катастрофа демографическая. И самое страшное то, что Россия, такая культурная, европейская страна, великая Россия продаёт своих детей, усыновляют чужие, дети на экспорт. А ещё страшнее, ещё хуже, простите меня за грубое слово, аборты. Столько детоубийства в нашей стране. Это позор и трагедия. «Может быть, действительно, воспитывать много детей материально тяжело. Я не собираюсь никому читать норовоучение. Я не осуждаю никого. Может быть, действительно, трудно воспитывать детей. Вот я знаю, на Урале есть монастырь в честь иконы Матери Божией, Спарительница Хлебов, где монахини помогают материально вот этим заблудшим девочкам, которые пришли на аборт, пришли убить своё чадо. Они помогают им материально, они помогают им деньгами и спасают тем самым детей. И дети рождаются хорошие, здоровые, талантливые. То есть эти монахини вдвойне матери становятся. Ну и осуждать, ну как тут осуждать, если трудно жить, если квартиру сейчас невозможно купить. Поэтому без осуждений я просто хочу противопоставить вот этим дурным примером, этому позору, этой трагедии, всё-таки светлый лучик в этом тёмном царстве. Есть многодетные счастливые семьи, хорошие семьи, хорошие матери, прекрасные русские женщины, которым можно поклониться за их подвиг. Я сегодня пригласила к нам в студию замечательную русскую женщину, красивую, молодую, мать четверых детей. И она даже не бросает и общественную работу, потому что она возглавляет Всероссийское сообщество многодетных семей, которое так и называется «Много деток хорошо». Это Татьяна Михайловна Боровикова. Татьяна Михайловна, Христос воскресе! Воистину воскресе! Я так благодарна, что вы пришли к нам. Татьяна, вот я, когда первый раз увидела вас, я залюбовалась с вами. На Страстной вы пришли в шляпке маленькой, с вуалькой. И вокруг вас дети, и я подумала, что это даже не ваши дети, это чьи-то. Вы такая хорошая, ухоженная. И я подумала, что, наверное, вы какая-то такая типа бизнес-леди. А на самом деле вы многодетная мать. Скажите, пожалуйста, вы живёте богато? Нет, у нас среднего достатка семья. Я работаю мужем. Вы даже работаете? Ну, я работаю советником президента банка последние 12 лет. И я занимаюсь коммуникациями, связями с церковью. И так получается, что я даже не ухожу в декретный отпуск. Слава Богу, что мои работодатели, они с пониманием относятся к моей материнской роли. Я, конечно, не одна. И, в общем, как-то всё складывается. Слава Богу. И, знаете, это в каждой семье, когда говорят, Бог даёт жизнь, Бог даёт и хлеба. И каким-то необъяснимым образом благосостояние любой семьи улучшается, когда в ней появляется больше детей. Это благодать, благословение Божие. Да, это благословение Божие. Это всегда так бывает. И сколько раз я слышала от разных многодетных семей, что когда вот мы, у нас был один, двое, то мы думали, как же мы выживем? Это же невозможно. Мы не можем прокормиться. А потом появлялся третий, четвёртый, пятый. И откуда-то вот приходили деньги, новая квартира. Ну, всё как-то устраивалось. Во славу Божию. И, в общем, я всем советую рожать, чтобы и благосостояние было, и всё остальное. И счастье было. И счастье. Татьяна, а сами вы из какой семьи? Как прошло ваше детство? Ну, вы знаете, у меня было такое очень хорошее, чистое, счастливое детство. Я росла в городе Верный. Это сейчас называется город Алматы. На самом деле. Даже как-то по-другому Алматы. Это был такой очень русский. Казачий. Казачий город. У нас очень много было в городе храмов, но они все были закрыты. Но мы с папой по воскресеньям ходили в кино и смотрели вот эти старые русские фильмы, сказки «Варвара, краса, русская коса». И вот только сейчас я узнала, что, оказывается, это был храм Софии Премудрости Божией. Но его вернули. Его сейчас уже вернули. И получается, что каждое воскресенье я была в храме. Ну, я верю, что ангелы, конечно, служили. Но мы все были не крещены. Хотя были в семье такие устойчивые традиции. Например, мы всегда пекли куличи из трех ведер теста. То есть она всегда была... Раздавали все. Да, раздавали. У нас было много друзей. И как-то все очень дружно с соседями жили. Мои родители 5 лет работали за границей. В Гвинеи, Канакрии, они были специалисты. Я жила с бабушкой и с дедушкой. И вот первоначальное воспитание как раз мне дали вот бабушка и дедушка. Ну, то есть люди такой старой формации. Старой культуры, верующие. Очень традиционных взглядов. И они были из таких интересных очень семей. Ну, то есть я сейчас вот уже понимаю, что многие легенды нашей семьи, они говорят о том, что это, видимо, был такой круг достаточно образованных, высокопоставленных людей. И они, конечно, очень вкладывались в детей. И в своих детей. У них в своих было трое детей. Вот моя мама, ее сестра, брат. А я была самая любимая внучка. И мне больше всех досталось любви. Слава Богу. Поэтому вы и сама умеете любить, умеете любить детей, жизни. Даже вас хватает на общественную работу. А своя семья, ваш муж, он глава семьи у вас, да? Ну, вы знаете, сложный такой вопрос. Потому что я сама по натуре лидер. И мне очень... Для меня лично это вообще такой крестный путь. Вот понять, что мужа надо слушаться. Это было просто, ну, для меня... Да еще с таким характером казачьим, как у вас. Да. В общем, короче говоря, я пришла вот путем проб и ошибок. Я пришла к тому, что даже если муж там лежит на диване... Мало зарабатывает. Мало зарабатывает. Для того, чтобы выстроить нормальную семью, в семье должна быть безусловная иерархия. И в семье должен быть духовный лидер. Это, конечно, мужчина. То есть он должен быть патриарх. И как-то вот по его... То есть через него осуществляется связь с Богом у семьи. И по его молитве... То есть вот очень важно, чтобы он молился, чтобы он был духовно здоров, потому что ему Господь открывает то, что полезно для детей, то, что нужно для жены. И, конечно, вот это вот уважение к мужу, послушание, оно очень важно, потому что без него вообще все разрушится. И даже дети не будут слушаться, правда же? А потом, Танечка, я тоже начинала свою замужнюю жизнь. Мне хотелось топать ножкой, быть первой и главной. А потом, когда муж взял бразды правления в свои руки, мне стало легче. Это легче нам, женщинам. Мы из ребра. Мы из ребра, мы младше. Это действительно, раз так сказано в Библии, тут уж ничего не переменишь. И дети ваши слушают, уважают папу, да? Ну, вы знаете, дети, конечно, я очень культивирую вообще вот эту вот черту, вот эту добродетель, послушание, чтобы дети, они не были своенравными, не были вот с гордыней такой современной, чтобы у них были как-то правильно расставлены приоритеты в жизни. Потому что, ну, нам очень важно сделать их такими достойными, чтобы вот не было перед Господом стыдно сказать, вот я и дети мои. Понимаете, то есть я хочу воспитать таких детей, которые как ангелы, а не как бесы. И поэтому мне приходится, ну, много объяснять детям, как бы и по моделям поведения, и по ценностям, и от чего-то, может быть, отказываться. То есть давать им какую-то, ну, вот духовную основу, оценку, чтобы они правильно понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Есть некоторые вещи, как бы вообще табу, да? Я не могу просто вот разрешить детям бездумно смотреть телевизор, потому что я не доверяю, ну, телевидению современному. То есть я понимаю, что дети могут духовно повредиться. И я могу им поставить... А как же школа, среда? Ну, вы знаете, нужно, во-первых, конечно, стараться формировать свою среду. Вот почему, собственно, мы стали создавать семейные сообщества. Конечно, в основном объединяются семьи, близкие по духу. Очень часто объединяются на базе храмов. И вот мы делаем, например, сейчас такие образовательные проекты, там, как клуб русской словесности. Хорошо. Когда с детьми и с их родителями вместе, да, занимаются вот такими вопросами, там, и русской литературы, и историей, и готовят какие-то литературно-музыкальные салоны. То есть это такой клуб единомышленников, да, которые учат Пушкина, Бунина. И, в общем, это очень, ну, хороший результат дает. Да еще, да. Вот. И просто важно, чтобы дети росли, вот, понимали, что такое любовь, что такое смирение, что такое послушание родителям. И тогда они просто воспримут лучшее. И те сорняки, которые вот окружающий мир сеют в души наших детей, мы их сможем просто выдернуть, вот еще пока они совсем маленькие. Замечательно. Ну, результаты уже есть, наверное, ваше воспитание. Сколько вашему старшему? Старшему 23. Он уже совсем большой. Большой, да? Да, он уже закончил институт в этом году, и он собирается жениться. Вы его благословляете на брак? Да, благословила. А девочку он сам выбирал? Конечно, сам. Ну, вы знаете, мне бы, конечно, очень хотелось бы выбрать его невесту, но так получилось, что уже как-то вот то поколение, как вот мой старший сын рос, они более какие-то самостоятельные. И я ему давала максимальную свободу. И тогда еще, на самом деле, когда он рос, я еще не все понимала, как надо на самом деле воспитывать детей, как надо любить детей. И многие вещи, которые я разрешала, я бы вот сейчас младшему уже не разрешила. Но так сложилось, что он сам всегда все выбирал, что ему нравится, что ему не нравится. Может быть, в этом, конечно, был риск большой, но слава богу, что как-то вот он уже вырос, и, в общем, он нормальный, благополучный парень. И дай бог ему хорошую семью. Татьяна Михайловна, теперь о вашей общественной работе. Вот что это за движение «Много деток хорошо»? Оно только у нас в Москве или вообще по всем регионам? Вы знаете, я сама не знаю, как это получилось. Это как-то вот промыслом Божьим образовалась эта организация. Когда у меня родилась четвертая дочка, Ксюша, я поняла, что, кажется, я уже многодетная. Я начала в интернете искать, в храме в нашем искать, среди знакомых искать другие многодетные семьи. То есть у меня появилась такая идея, что можно построить дом для многодетных семей. И я стала как-то вот анализировать этот вопрос, какая есть правовая база. Думаю, ну государство как-то должно же... А вы действительно лидер. ...понимать вообще, что многодетным семьям нужна поддержка. Потому что я обратилась в собственный банк, где я работаю много лет. И получилось, что, оказывается, по стандартам АИЖК, агентства по ипотечному кредитованию, вот наша семья, где оба работают, и папа, и мама, и всего четверо детей, уже не проходит на ипотеку. То есть я думаю, ну как, должны же быть другие механизмы. И оказалось, что других механизмов нет. И я стала искать другие семьи, и мы стали писать письма Лужкову, Ресину, ну там, в общем, во все инстанции, о том, что вот дайте на место под солнцем. Единственное, о чем мы стали просить, чтобы это был не единственный комплекс в Москве, потому что, ну, не хватит ни на кого, а чтобы это было 10 комплексов в каждом округе. И построено было 40 тысяч квадратных метров. Замечательно. Вот. Но, понимаете, пока мы все это делали, к сожалению, я не получила никакого коттеджа, потому что у меня всего четверо детей, а в районе Москвы решила, что только для пяти и более детей, как бы... Ну, вы еще молоды, у вас будет пятый, восстый. Ну, я надеюсь, я надеюсь. Я хочу. Вот. И, в общем, короче, получилось так, что пока мы вот собирали вот эти все кооператив, много деток, хорошо, пока мы делали списки, в общем, у нас получилось несколько семей активных, которые стали делать сообщество. А потом так получилось, что и мы приходили на великое освящение храма, архистратига Михаила, и там святейший патриарх, ну, в общем, с которым у меня были очень хорошие отношения, стал спрашивать, это у вас третий или уже четвертый, потому что он благословлял рождение всех моих детей. И так получилось, что я стала ему рассказывать, что вот у нас многодетные в разных храмах и по всей России, вот мы, коммуникации какая-то вот через интернет, через форум происходит. И он сказал, я вам благословляю сделать российское сообщество многодетных семей. И вот даже тогда еще было так сказано, что многодетные в наше время, это как меч архистратига Михаила, представляете? Я еще поехала тогда к отцу Ласию, и отец Ласий мне сказал, Татьяна, это твое послушание перед Богом. Ты просто вот должна делать вот эту организацию, вот она должна так называться, как вот она, ну, это музыка и слова народные, знаете, мы даже не знаем, кто он придумал это название. И получилось, что к нам стали присоединяться семьи, мы провели сначала первый форум многодетных семей, там было 500 человек, приехали, причем люди из 65 регионов. Вот, потом, значит, мы стали работать уже как-то вообще с родительской общественностью, потому что появились вопросы по ювенальной юстиции, которые уже касались не только многодетных, но и вообще всех. И очень большие программы у нас стали по абортам, потому что наших мам очень волнует эта тема, что такая вообще огромная, ну, жертва вот бесом приносится в России. То есть мы считаем, что это каждый день 14 тысяч человек минимум убиваются в абортах, то есть это сколько-нибудь вифлеемских младенцев убили один раз, вот столько в России каждый день. То есть это то, что выпьет об отмщении к небу, и это должно быть прекращено. То есть мы ратуем сейчас за многие законодательные инициативы, в том числе запрет абортов в России. И, в общем, конечно, стараемся участвовать в общественной жизни. Ну, а я как-то так получилось, что когда мы стали выступать вот в публичном поле, нас стали приглашать там и в Госдуму, и в общественную палату, и в администрацию президента, и кто-то тихо говорил, кто-то стеснялся. А поскольку у меня уже был опыт достаточно большой, вот этой вот пиар-работой, я все-таки журналы сдавала много лет, в банке много лет работала, ну, и, в общем, знала многих характер. И характер такой. Вот. И я была такая говорящая голова. И вот я ходила, выступала, и как-то у нас еще не было организации, а нас уже везде позиционировали, как всероссийское сообщество, потому что был огромный форум, многодеток.ру. Сейчас мы уже как-то больше пользуемся сайтом, таким многодетокхорошо.ру, а тогда вот на форуме мы много общались. И, в общем, на самом деле, это как-то само собой развивается, потому что мы все проекты выстраиваем от конкретной проблемы конкретной семьи. Отлично. Так и должно быть. То есть мы ничего не придумываем. То есть ко мне обращаются люди, и вот у нас очень есть красивый проект, очень такой, ну, я думаю, что вообще в любом храме его можно делать, вот в любом приходе, мы его называем «Подари мечту». То есть мы выясняем у детей, какие у них есть самые сокровенные мечты. И часто бывает, что в многодетных семьях не хватает средств исполнить мечты детей. Ну, то есть хватает там на еду, на одежду, чтобы оплатить квартиру, а вот на новый велосипед. Купить велосипед. Или, например, на поездку на ВЛАМ, если ребенок мечтает поехать. Или поехать всей семьей на святую землю, ну, это уже очень тяжело, потому что это уже сразу большие деньги. Вот. И бывают очень красивые мечты. Например, у нас в прошлом году получилось, что один ребенок просил, ну, не просил, написал, что вот моя мечта, например, полететь на вертолете и поехать на поезде Сапсан. И вот он как раз хотел на ВЛАМ. И так получилось, что другая многодетная семья сообщила, что они хотят полететь на Рождество. На вертолете, на ВЛАМ. И вот ребенок попал на ВЛАМ. Сбылась мечта. Сбылась мечта. А обратно не было никаких других билетов, кроме Сапсана. Так что вот. И очень много таких, на самом деле, бывает случаев, когда ребенок формулирует мечту. Вот. Есть еще масса всяких других, знаете, более таких мелких надобностей. Например, ну, семья живет, и 30 лет не может сделать ремонт в той квартире, где она живет. Потому что, ну, просто папа один работает, да, мама не работает, и несколько детей, в общем, ну, дорого все очень. И вот у них сломанная ванна, там, плесень, грибок и все такое. Ну, то есть они не могут просто сами все это купить. И вот мы пишем письма от нашей организации, от «Много деток хорошо» и обращаемся к конкретным магазинам. То есть мама сама ходит с нашими письмами, и нам никто не отказывает. И мы уже вот сделали в огромном количестве домов наших вот членов сообщества ремонты. И кому-то давали мебель, там, кому-то меняли кухню. И на самом деле у нас очень добрые люди. Вот когда были пожары лесные, мы обратились тоже через радио «Радонеж», через газеты, что, ну, на меня вдруг, понимаете, посыпались какие-то такие ситуации, которые я не знала вообще, что с ними делать. То есть, ну, люди сидят с детьми в Москве. И вот этот смог, а у них нет дачи, у них нет некуда выехать. И мы просто обратились, что, может быть, вот вы построили себе дачу, она зарастает травой. Такое есть. Или там нужно починить забор. Мы приедем, забор починим. Только разрешите в вашем доме пожить нашим семьям. И ко мне обратились и из Петербурга, и из Новосибирска, и на Влааме дом предложили, и на Валдай предложили дом. И предложили дом около Троицы Сергеевой Лавры, и мы его до сих пор используем. И, в общем, вот как-то нужно, мне кажется, больше к народу обращаться, и людям рассказывать. Да, народ у нас золотой, конечно. Да, людям просто и рассказывать. Потому что вот сейчас мы тоже собирали деньги, прям раздали большое количество таких листовочек. С одной стороны платежка, а с другой стороны вот ситуация, что у нас есть очень хорошая семья. Они с Соловков приехали. Ну, в Москве они вынуждены сейчас жить, потому что... Заработков нет. Нет, не из-за заработков, а из-за здоровья ребенка младшего, потому что у него патология сердца, и они все время на наблюдении в кардиологическом центре. Но в нашем кардиологическом центре в Москве им предлагают только операцию очень сложную, где нужно остановить сердце, подключить искусственное кровообращение. А вот есть возможность, например, в Берлине сделать ту же самую операцию щадящим способом. То есть без остановки сердца, там как-то инвазивно вводят. В общем, короче, на это нужны деньги. И мы нашли, чтобы оплатить операцию, но еще нужны деньги на билеты. И нужны деньги, например, чтобы им там жить. И вот мы сейчас просто сделали большое количество листовок «Подари мечту», что вот давайте подарим жизнь ребенку. Потому что, ну, врачи говорят, что в течение полугода нужно сделать операцию. Его зовут Сафроний. Тоже прошу всех молитв. Помоги, Господи, помоги, Господи. Как хорошо, что вы конкретно помогаете кому-то, конкретно. Может быть, вы дадите какой-то телефон, нас же смотрят очень многие. Ну, у нас есть сайт многодедокхорошо.ру. Его можно найти в интернете. Еще могу дать телефон мамы Сафронии, Ирины. 8-909-969-96-45. Повторите. 8-909-969-96-45. То есть это вот телефон мамы Сафрония, которому нужно сделать операцию на сердце. Таким щадящим способом. Сафрония – это мальчик? Сафрония зовут мальчик. Такое имя. Редкое. Татьяна, а вот вы сказали, что у вас в разных регионах есть как бы такие детские деревни, как вы их называете, в Тульской области, например. Но ведь там же нет работы. Я знаю, что из Тулы мужчины приезжают на заработки к нам сюда, в Москву. И не только из Тулы. Вот то, что мужчины, глава семьи отсутствует, это же так плохо. Плохо, конечно. Нельзя ли как-то вот, чтобы в этих ваших деревнях какой-то промысел? Или вы там что-то уже занимаетесь? На самом деле тут вопросов много. С одной стороны, для строительства детской деревни основной вопрос – это деньги. И, конечно, их чаще всего начинают делать люди, у которых есть средства. И чаще всего это люди, которые живут в Москве. Тоже многодетные, но которые могут вложить несколько миллионов рублей, вот всю инфраструктуру, выкупить землю, построить какой-то большой такой общинный дом. И потом уже выделять вот эти вот наделы всем остальным семьям, и, ну, чтобы была возможность искать деньги от имени сообщества. Потому что у семей наших, многодетных, у большинства денег нет. Ну, откуда же, конечно. И мы идем вот как проект такой, строим миром, шахты по кругу. Татьяна, как вас на все хватает? Какая вы молодец, замечательная женщина, русская, настоящая. Ну вот еще скажите о Страстном монастыре. Я же знаю, там тоже вы участвуете очень активно. И дай Бог, чтобы Страстной монастырь опять засиял, и чтобы Пушкин стоял с поклонной головой. На своем месте. На своем месте с поклонной головой. Вы знаете, Страстной монастырь – это вообще, наверное, самое главное, что я сейчас делаю. Потому что вот для наших детей сегодня важно даже не самое важное жилье, а для них вообще важна духовная сфера. И вот если мы возразим, например, духовный такой вот столб России, Страстной монастырь, это будет великое дело. Страстной монастырь стоял в самом центре Москвы. И это место, где избавлялись от страстей. Я не знаю, что сейчас еще нужно России, кроме избавления от страстей. Мне кажется, вот как раз это приоритет. И год назад меня выбрали председателем координационного совета Страстного монастыря. То есть тоже как-то я не думала, что так произойдет, но это тоже воспринимаю как послушание перед Богом. Меня, конечно, благословили этим заниматься. И вот мы ходим туда с детьми, собрали 57 тысяч подписей за возрождение Страстного монастыря. И ходим каждую неделю туда в субботу в 14 часов. Крестный ход там происходит молитвенное стояние. Мы читаем о Кафе Страстной Божьей Матери. И знаете, сейчас еще вот в последнее время мы выносим туда Боголюбскую Владимирскую икону. С этими иконами мы прошли тысячи километров крестными ходами по всей России, по малым городам. За Страстной монастырь? Нет, не только. Вообще, мы ходили по пути князя Андрея Боголюбского. Есть такое движение за веру православную. Совершенно замечательные люди. И они вот как-то организуют то к Скобелеву крестный ход, то мы сейчас вот еще ездили от станции дно 15 марта крестного хода. И вот в том числе за Страстной монастырь мы тоже молимся и обходим Страстной монастырь вот с этими иконами большими. Что вы, Точка, я однажды в метро в переходе вдруг мне окликают, Нина, иди к нам. Смотрю, наши идут с нашими хоробьями. И я присоединилась. Раза два я была у вас на крестном ходе. Три дня назад, 22 числа, у нас было совершенно потрясающее событие, потому что мы вынесли Страстную икону, огромную, которая находится у нас в храме. Успенский переулок, дом 4. И она первый раз за 5 лет обошла всю Москву. И вот эти две наши большие иконы крестоходные, Владимирские, Боголюбские, к нам присоединилось огромное количество народу. И дети с вами. И дети с нами, и семьи. То есть это был такой семейный крестный ход. Мы шли вообще к храму Христа Спасителя. Это был такой праздник, такое ликование с большими иконами, с большими семьями. Мы стояли прямо вот рядом перед патриархом, мы молились перед вот этими святынями, перед которыми вот 75 тысяч человек молилось, понимаете, вот единым духом, единым сердцем. И у нас как бы нас никто не остановил, никто ничего не спросил. То есть у нас был такой опыт, когда три года назад наш крестный ход от Страстного монастыря, мы хотели закольцевать, как бы по Бульварному кольцу, пронести просто казанскую икону, там, Иверскую, небольшие. И мы встали перед ОМОНовцами, которые перекрыли бульвар двумя цепями около храма Иоанна Богослова. Буквально мы прошли 200 метров. И мы молились, я всем велела встать на колени и читать молитву. И у меня в руках замироточила икона казанской Божьей Матери. Прям вот, понимаете, так обильно-обильно. И я позвонила батюшке и говорю, батюшка, люди замерзли, иконы мира точат, давайте мы вернемся в храм. Мы повернулись, и тогда вот, конечно, нас встретили уже в храме. Ну, и вот сейчас, понимаете, мы вот проходим мимо храма Иоанна Богослова. Я понимаю, что в России что-то поменялось. Раз, уже ОМОНовцы не стоят. Вот, и, конечно, то, что вот мы вообще стали ходить вот такими семейными крестными ходами, и сейчас мы собираемся через всю Белоруссию пройти, потому что вот как-то мы считаем, что это единое пространство. Россия, Украина, Белоруссия – это наша земля, Святая Русь. И я никогда не соглашусь на вот эти предательские соглашения, которые там где-то там пьяный Ельцин подписал. Это совершенно нелегитимно. И для меня совершенно однозначно, что мы все граждане Российской империи. Подданные, да, Российской империи. Татьяна, вы действительно делаете великое дело, великое. И страстной монастырь восстановить нужно, конечно, ведь недаром же говорят, что там, где осквернен алтарь, храм разрушен, ангелы служат. И там семь алтарей, представляете? Там семь престолов. И вот сейчас момент такой, на самом деле, очень опасный. Потому что там принято решение о том, что в киноконцертном зале Пушкинске будет театр мюзиклов в Ариете. То есть, представляете, то, что было спустил, где полуголы. Один раз в храме Христа Спасителя, это будет каждый день. То есть, это допустить никак нельзя. Не допустим. Татьяна, вот нас сейчас смотрит, надеюсь, очень много зрителей. Все-таки скажите им, как связаться с вам, кроме интернета? Ну, я могу дать телефоны, сообщество 499-158-5956. Дай Бог здоровья вам, вашим деткам. Действительно, много деток хорошо. И вы так прекрасно выглядите. Дай Бог, чтобы все русские женщины были похожи на вас. Я бы так хотела, чтобы это было. Спасибо, Господи. Было именно так. Именно так. Дорогие телезрители, вот сегодня мы познакомились с такой замечательной русской православной женщиной Татьяной Михайловной Боровиковой. Я надеюсь, вам понравилась передача. Пишите нам, звоните нам. Дай Бог вам много деток. Много деток хорошо. И дай Бог здоровья, благодати Божией, Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова